Поздравляю руководство, личный состав и ветеранов Государственной службы охраны Республики Абхазия с 30-летием со дня основания службы. История развития ГСО неразрывно связана с историей развития нашего государства в целом. В вашей работе особенно важны такие принципы, как слаженность, постоянное повышение уровня профессионализма и знаний, ответственность, чувство локтя товарища. В задачи службы входит не только охрана руководства страны, но и зарубежных гостей нашей Республики. Это непростая задача, но вы с ней достойно справляетесь. Выражаю благодарность руководству и личному составу службы и уверен, что вы всегда будете добросовестно и качественно выполнять свой служебный долг, помнить об особых требованиях к вам. Хотел бы выразить признательность ветеранам Государственной службы охраны, а не здесь, в этом зале, которые заложили добрые традиции и прочный фундамент для ее успешной работы. В этот праздничный день желаю вам, уважаемый Дмитрий Сергеевич, всему личному составу и ветеранам здоровья и успехов. Это, дорогие друзья, официальная часть моего выступления. Теперь, уважаемый Дмитрий Сергеевич, уважаемые офицеры, уважаемые ветераны, уважаемые члены семьи погибших ветеранов, ничего вокруг нас проще и легче не стало. Вы знаете, какое количество терактов было совершено на территории Абхазии уже в послевоенное время в отношении высших должностных лиц. И сегодня есть силы, которые намереваются и желают сделать нечто подобное. Поэтому каждый из вас, уважаемые офицеры, должен быть постоянно на чеку. Вы должны, исходя из вашего служебного долга, наложить на себя определенные ограничения. То, что позволено гражданским лицам, не позволено вам. Я говорю не праздные слова, я говорю не для того, чтобы сгустить тучи, я говорю о реальных вещах и угрозах, с которыми мы сталкиваемся. То, что происходит на территории Украины, то, что истинных союзников Российской Федерации не так много, выводит нашу страну на первый план невидимого фронта. Сейчас мы переходим в фазу ледяной войны, которая граничит с ядерной войной. С учетом нашей географии, с учетом наших особых братских отношений с Российской Федерацией, на этом невидимом фронте мы являемся в авангарде. Мы являемся впереди, не где-то в тылу. И работа будет продолжаться в отношении нас именно таким образом. Проникновение через агентуру в органы власти и управления. Техническое проникновение. Создание спящих агентов в нужное время, которые будут задействованы. Раскачивание ситуации внутри страны, в темную, используя порой объективные проблемы, а порой используя в темную людей, которые не знают, какие схемы их задействуют. Поэтому, Дмитрий Сергеевич, вы работали и в ГСО, и в Службе государственной безопасности, и в Министерстве внутренних дел. У вас очень хороший пословной список, из чего проистекает, что ответственность будет лежать особенная. Значит, надо будет усилить оперативную составляющую в вашей работе. Я потом, наверное, после праздников найду время, приду в ваш оперативный отдел, посмотрим материалы, чем вы там располагаете, как у вас там обстоят дела, и выясним истинную картину. Думаю, что там будет все неплохо. Потому что, дорогие коллеги, друзья, потому что грядут непростые времена. Очень непростые времена. Вы, наверное, обратили внимание на то, что... Вот был доклад Министерства обороны. Здесь присутствует министр обороны. Какое количество воздушных нарушений разведывательными самолетами блока НАТО? Огромное количество. Так или так? Воздушно-территориальные, значит, наши границы нарушаются. Вроде бы, что тут такого? Да, чего они не знают? Река Ингур течет там, где она текла. ГАЛ находится там, где находится. Нет, ничего подобного. Фиксируются новые какие-то передвижения войск. Возможные инженерные сооружения, которые мы создаем. Идет подготовка к серьезным испытаниям, к серьезным военным акциям. А вы составная часть вооруженных сил. Далее, значит, здание и сооружение, которое вы контролируете и обязаны контролировать. В техническом плане все должно быть оснащено. Должным образом вы должны знать все, что здесь происходит. Это не личные учреждения, не личные площади. Это режимные территории. Здание, значит, здесь, министерство, учреждения. Все это должно быть направлено на то, чтобы нейтрализовать террористическую угрозу и проникновение иностранной агентуры. Далее, самодействие с Федеральной службой охраны Российской Федерации, с главным нашим союзником. Оно должно быть на самом высшем уровне. Уважаемые офицеры, особое отношение, коллеги, сотрудники ГСО, физическая и боевая подготовка. Офицер должен быть в физическом плане подготовлен. В идеологическом плане должен быть подготовлен. Дух у него должен быть офицерский. Он должен уметь стоять за себя. Мы постоянно сталкиваемся с проявлениями агрессии в отношении органов власти. Постоянно, в том или ином виде. И не всегда агрессоры, доморощенные, получают адекватную реакцию. Это так, к сожалению. И эти задачи надо решать. Поэтому, дорогие друзья, я бы хотел, чтобы вы взяли пример с тех, кто был у истоков создания Государственной службы охраны. Тогда были очень тяжелые времена. И цифры, которые здесь были названы, количество героев, количество кавалеров Ордена Леона. Это те люди, ваши коллеги, которые на личном примере показали верность служебному долгу, верность присяге, верность отчизне. У вас такая возможность предоставится. Я уверен, хочу верить в то, что вы должным образом и правильно на это отреагируете. Еще раз искренне, в человеческом плане, желаю вам всем здоровья, чтобы боевые задачи, которые ставятся перед вами, выполнялись без потерь. И за то, чтобы чувство долга, которым вы руководствуетесь, вы пронесли до конца ваших дней. Спасибо вам большое. Низкий вам поклон.